всем привет дорогие друзья по многочисленным просьбам я сегодня сделаю обзор на xdc этот токен у нас находится на 85 месте по капитализации и в 2022 году он является темной лошадкой стоит отметить что двадцатом году у нас случится такое событие как со 222 как вы знаете это связано с банковской системой и также с финансовыми учреждениями поэтому это действительно событие может повлиять не только на весь мир но и также на ряд криптовалют которая это событие поддержит а именно с недавнего времени по конечно же неподтвержденной информации стоит отметить что помимо токена xdc будут конечно же входить такие же криптовалюты как хэшграф квант и кардана опять таки хочу отметить что это неподтвержденная информация да и стоит отметить что две криптовалюты не просто соответствует стандарту iso-222 но и они являются членами органа по стандартизации iso-222 и этими валютами является ripple xrp и стеллер люмен кроме того здесь также стоит отметить о криптовалютах которые соответствуют этому стандарту это xdc про которые мы сегодня поговорим с вами это yota и алгорант на самом деле у меня есть отдельный видеоролик и про них я рассказывал тоже отдельно про эти криптовалюты если вас интересует свежий обзор на 2022 год а также тех анализ а сегодня мы проведем тех анализ в отношении токена xdc и если вас интересует тех анализ и разбор другой монеты которая соответствует стандарту 222 то вы можете написать в комментариях давайте начнем с xdc чем на самом деле она интересна по сути это готовый к корпоративному использованию гибридный блокчейн протокол с открытым исходным кодом и он специализируется на токенизации для реальных децентрализованных финансов кроме того он работает со смарт-контрактами то есть разгон у него довольно таки интересен и у него есть преимущество перед конкурентами например если мы будем брать bitcoin и эфириум то определенно у нашего токена xdc есть преимущество во-первых в транзакциях то есть он может обрабатывать свыше 2000 транзакций в секунду при этом комиссия за перевод будет даже стоить не одного цента а десятитысячную а возможно даже 100000 одного цента да то есть это говорит конечно о многом также стоит отметить вернее одного доллара также стоит отметить что здесь когда вам зачислиться токена xdc то их также примут в сети уже в течение двух секунд то есть зачисление произойдет в течение двух секунд кроме того xdc поддерживает смарт-контракты в отличие от биткоина биткоин их не поддерживает но и естественно энергопотребление у него просто мизерное в отношении того же эфириума теперь давайте разберемся что же у нас по данному токену и вообще какие есть интересные партнерства дело в том что партнерство действительно у нас но очень-очень кошерная здесь данная ту проект данный токен он струнищает circle а как вы знаете circle но сейчас становится монополистом почему потому что их стейбл коин он вышел в топ-6 то есть мы видим что практически стейбл коины везде все но не много не мало но скоро уже доберется до тизера до тизера до usdt ну и также другие компании которые имеют вес на криптовальном рынке если мы говорим про мастер ноды и про кошельки то здесь вы можете скачать значит установщик для мастер ноды будто windows и linux не важно также здесь есть видеоролик как это сделать как установить и что по итогу вы получаете вы получаете доходность мастер ноды от 8 до 12 процентов естественно здесь у нас есть также конкуренты и алгоритму у нас xd и о с то есть из the proof стейк кроме того здесь у нас блок у нас две секунды добывается до отличие от других также у нас теперь с как играем раньше говорил это плюс 2000 транзакций в секунду также у нас есть приватность в отличие тому других криптовой то есть биткойне эфириуме приватности нет здесь у нас есть также мгновенная передача у нас доступна ну и эмиссия токенов у нас 37 миллиардов с половиной да то есть это о чем говорит это говорит о том что сейчас у нас в обращении ну скажем так треть данных токенов что касается цены данной криптовалюты давайте разберемся цена данной криптовалюты она существенно выросла с если даже будем считать 20 года то есть двадцатом году еще цена криптовалюты и не было цента то есть данная криптовалюта и не стоила цента и в двадцать первом году то есть по сравнению с двадцатым годом если бы вы холодили криптовалюту то вы бы заработали с около там десять тысяч процентов кроме того стоит отметить что сейчас токен у нас корректируется да то есть если мы будем смотреть то коррекция составила шестьдесят пять процентов опять-таки сейчас никто не ванга никто вам точно не скажет рынок пошел в медвежий цикл или все-таки цикл бычий он продолжится и он затяжной но знаете что зачастую криптовалюты корректируются в районе там девяносто пяти процентов и девяносто пять процентов это как раз у нас такие зона поддержки причем очень сильная и и стоит конечно же отметить давайте отметим то есть у нас зона поддержки это накопление это хаи которые были у нас в двадцатом году то есть мы неоднократно их трогали и здесь вот соответственно у нас есть зона поддержки это соответственно даже скажем так тысяч на одного доллара данной криптовалюты то есть мы можем сказать с вами что действительно здесь если коррекция пойдет то конечно же продолжится то естественно у нас падение следует аж сюда аж в этот район поэтому если вы хотите ли как-то на долгосрок приумножится по рассмотрите данные район покупки в случае если bitcoin упадет куда ниже чем 40 и даже 30 тысяч долларов если мы говорим про ближайшие какие-то трейды у нас есть сопротивление это 10 центов за непосредственно монету да и здесь стоит конечно же нам выйти за психологическую отметку на недельном таймфрейме закрепиться свыше чтобы продолжить движение наверх также у нас есть зона покупки это примерно 6-7 центов да то есть здесь тоже можно попытать удачу и взять какой-то краткосрочный трейд ну и я думаю что большинство покупок будет там в районе около 2-4 центов да то есть здесь на это тоже стоит обратить внимание какие-то конечно же трейды в данном этапе можно сделать но еще раз повторюсь так как стандартизация айси о 2 222 у нас будет в двадцатом году то остыц на я считаю что если в ближайшее время bitcoin сильно не польется и инструмент xdc у нас покажет накопление что значит накопление это возвращение цены неоднократно в тот уровень и откуда она приходит то есть другими словами у нас возможно такой сценарий причем он принципе ни для кого не секрет то есть у нас возможно то что мы здесь опять-таки упадем а потом неоднократно будем как-то здесь флотить если цена будет флотить да и в итоге будет за треугольник выход вверх да то здесь определенно стоит набирать позицию брать и брать трейды по крайней мере хоть какие-то да а если мы говорим о трейдах то есть потенциальная прибыль у нас 50 процентов если мы с вами говорим про пробой хая то с текущих у нас может с вами получиться 110 процентов и если будет пробой хая то цена данная криптовалюты она способна улететь на 1 доллар и выше улет там на 1 доллар и выше это как минимум там я думаю что будет 1000 а то и даже больше процентов ну там районе 2 доллара 3 то есть это уже нормальная доходность причем очень хорошая а если мы говорим целом да то есть то есть и нам стоит конечно обратить на вот эти уровни да и естественно стоит обратить на то как себя инструмент будет вести в ближайшее время так как bitcoin не устаканился так как bitcoin продолжает конечно падать да естественно сейчас никто вам точно не скажет цикл удлинен или все-таки тоже медвежий цикл по стесно здесь есть риски конечно же покупки данной криптовалюты поэтому стоит ждать play если мы говорим с вами про опять-таки интересность проекта то есть мы инвестируем проект мы покоим покупаем сейчас ты нам неважно когда там он вырастет но вырастет да то есть 22 году определенно то нам стоит обратить внимание на то что вы можете разрабатывать общую инфраструктурную платформу на узлах сети xdc для запуска децентрализованных интерфейсов то есть на web 3.0 в режиме 24 на 7 без каких-либо централизованных сбоев да и это тоже очень хорошо то есть это говорит о том что здесь у нас есть преимущество то есть мы можем даже делать депс делать какие-то приложения работать здесь да и это довольно таки круто да то есть это децентрализованная api интерфейс и web 3.0 это стандартизированный протокол это независимая блокчейн платформа кроме того вы можете создавать свой смарт-контракт без программирования да то есть вы можете создавать стандарт xrc 20 xrc 223 rc 20 rc 223 токенка у сейла для и стол то есть вы можете создать свой токен несколько кликов то есть здесь мы можем здесь кликнуть да и непосредственно перейти к созданию токен и при этом у нас поддерживаются блокчейны и здесь и и эфириум кроме того вы можете монетизировать свои потоки данных и существующая пик давай их напрямую смарт-контрактом это тоже громаднейший плюс которые в перспективе повлияет только положительно на цену xdc и цена xdc улетит просто на ту заму нищи да и там тысячи процентов это как минимум там 3 доллара 2 доллара за данный токен за данную монету если опять-таки мы с вами говорим про хай то хай токена был там около 18 центов был он практически недавно и начало сентября конец августа да и естественно сейчас токен у нас продолжительно падает поэтому здесь стоит отметить на то как будет дальше развиваться события как дальше все таки мы будем долго ли будем видеть это данное падение потому что заходить вот просто так потому что вам хочется не стоит стоит всегда знать что инструмент всегда идет после длительного накопления после объемов наверх в данном случае мы можем констатировать тот факт что объемы по сравнению с тем что были вот например у нас в октябре ноябре сейчас уже на самом деле немного повышены но не сильно да и объемы у нас повышены в два раза поэтому стоит отметить что возможно то есть стоит стоит уже приглядеться к данной то валюте поэтому подводя итоги стоит не что сам проект интересен если вы хотите купить на долгосрок то однозначно да если мы говорим про какие-то сладкие цены то стоит конечно же обратить внимание в первую очередь на bitcoin на то закончился ли у нас бычий цикл или нет а это нам покажет принципе bitcoin в течение думаю что здесь стоит конечно подождать потому что однозначно нету конца нету окончания пролива да то есть например мы прошлую неделю падали мы в эту неделю падали то что у нас было с вами с конца ноября по декабрь это по сути флейт какие-то нездравые движения ну и по сути в итоге падение потому что мы ушли ниже 45 тысяч долларов за биткоин поэтому здесь однозначно стоит конечно же беречь деньги и все делать довольно таки рационально и мудро если вы решили инвестировать в xdc то конечно же я вам советую это сделать частью депозита и в случае там пролива данного актива еще потом докупиться лесенкой то есть делать это все лесенкой но пока что к сожалению у нас рынок падает и поэтому не стоит однозначно сейчас и говорить что вам нужно сюда залетать на всю котлету потому что будет ту зиму нет это не так но перспективы токен довольно таки отличные и я бы сказал что этот токен вполне может войти в топ-10 coin market кап уже концу 2022 года но что вы думаете по этому поводу напишите в комментариях какие токены еще разобрать всем пока и до новых встреч